И я сегодня приехал сюда, ну точнее несколько дней назад, чтобы поговорить вот о какой теме. Я долгую вводную к ней дам. Это такой паттерн или шаблон, который в последние годы начинает все чаще и чаще возникать в моей работе. И я себе ее представляю как такую сценку, когда сидит хороший C++ программист и занимается своей вот хорошей работой. Если кратко резюмировать, например, вчерашний день, то он смотрит на диагностические сообщения системы статистического анализа кода в своем функциональном приложении, построенном на нестандартных фьючерсах и промисах. И вот он наконец понимает, что диагностика ругается на библиотеку с харзер-пэдпоинтерами, которую он долгое время собирал как фэдпати для того, чтобы принковать к себе. И именно поэтому он мечтает, чтобы все это попало в стандарт как можно быстрее. И это я даже пока не касаюсь сегодняшнего дня. И вот он делает вот эту свою спокойную, нормальную, всеми нами понятную работу. И тут происходит неожиданное. В его рабочий день врывается реальная жизнь, которая обычно всегда имеет форму менеджера. Он приходит к нему, и программист сразу чувствует немножко неладное. Потому что рядом с менеджером стоит новый человек, не похожий ни на менеджера, ни на программиста, которого наш герой, программист на C++, раньше в компании не видел. И менеджер говорит ему, что мы тут посовещались с бизнесом и решили, что для того, чтобы наш продукт лучше продавался и начал приносить больше денег, нам обязательно нужно встроить в него машинное обучение. Вот это Вася, наш специалист по Data Science и машинному обучению. И теперь он будет делать нам в конторе машинное обучение, а ты будешь его внедрять в продакшн. Скажите, друзья, у кого такая ситуация уже возникала? Есть. Я вижу, пока задавая этот вопрос, что это не массовая ситуация. Но у меня есть некоторые подозрения, что, возможно, к ней стоит начать готовиться или пока не задумываться об этом. Почему мои подозрения могут иметь место быть? Если еще 3-4 года назад можно было к этим словам относиться как к чистому хайпу, то, к сожалению, а может быть к счастью, они прошли испытания времени. Что это означает? Для меня это означает опасность, что эта технология, похоже, работает, а значит, она скоро начнет приезжать, ну, что говорить, она уже приехала во все мобильные телефоны, на все десктопы, в большую часть серверов и так далее. И когда мы говорим уже не о единородугах и радугах, а мы говорим о реальном продуктах, которые приносят пользу, то там мы столкнемся сразу с невероятным разнообразием платформ, сложностей, функциональных ограничений. Это должно работать на мобильниках, это должно работать на серверах в большом количестве, обрабатывая сложные алгоритмы. Это должно работать в градусниках и микроволновках. Вот если вы не знаете, в современных холодильниках уже начинаются вот эти алгоритмы применяться. Я не шучу. Посмотрите на продукты у компании Samsung, например. То есть применение всех этих результатов, этих технологий начинает сильно пересекаться с классическими областями применения языка C++. Если мы говорим про высокопроизводительные приложения на мобильных телефонах, ну, наверное, Java и Objective-C там могут не так себя уверенно чувствовать, как что-то написанное на более низком уровне на C++. Если мы говорим о микроволновках, ну, наверное, понятно, что Python там, наверное, неуместен, Java тяжело поместить и так далее. Если мы говорим о магистральных маршрутизаторах, которые должны проваривать минимум 10 гигабит, а то и больше в секунду, ну, тоже, наверное, ставить на магистральный маршрутизатор Python не самая лучшая идея. И вот возникает вот эта вот, похоже, проблема, что с одной стороны есть целая серия инструментов, которыми привыкли работать специалисты по анализу данных, data scientists, и так получилось в ходе некоторой эволюции, что большая часть этих инструментов, она сейчас ориентирована на язык Python. Там они проводят свои эксперименты, там они получают свои результаты, строят красивые картинки, считают замечательные цифры, если в этих цифрах есть доллары, это вообще очень возбуждает бизнес. Но эти картинки, эти цифры, это пока еще не готовые продукты, которые могут начать приносить эти доллары в компанию. Скорее всего, они должны быть в каком-то смысле переработаны, переосмыслены, возможно, переведены на другие технологии, которые более применимы для непосредственного внедрения. И вот там возникает очевидная проблема. У нас, похоже, рождаются два технологических стэка. Один стэк работает сзади, и с ним работают одни люди. Другой стэк технологий работает, можно сказать, в поле, с ним работают другие люди. И там возникают и технические проблемы переноса, и коммуникационные проблемы. И вот, наверное, о вот этих двух вещах и о некоторых подходах к решению, идеях решения, я бы хотел сегодня поговорить. Давайте попробуем немножко пообсуждать первое. Это проблема коммуникации. На мой взгляд, когда мы понимаем, что у нас, получается, две роли в команде, есть разработчик, пусть это будет C++, не смотрите на теги, и Data Scientist, то их можно комбинировать именно роли, немножко в разном смысле. Например, первая комбинация, та, которую очень люблю я, но она редко получается. Это эффект синергии. Почему это не может быть один и тот же человек? На мой взгляд, когда две разные роли может выполнить один и тот же человек, уж с собой-то он точно договорится. Тем либо иным способом. Если у него нет шизофрении. Выходной продукт можно назвать как угодно. ML-инженер, research developer. Но это такой достаточно разовый случай. Действительно, доменная область у каждого из этих ролей большая и сложная, и трудно получить в большом количестве таких специалистов, которые и здесь могут поработать, снимут одну кепку, наденут другую кепку, здесь поработают, и сделают то, что мечтают, full stack, от начала до конца. Тогда возникает другой момент, что, скорее всего, эти роли, они будут пренуждающие разным людям. А тогда, для того, чтобы они могли хорошо, совместно, плодотворно сотрудничать, между ними нужно наладить коммуникации. Причем, в мире IT, чем более формальны эти коммуникации, то есть, чем максимально прозрачно описан результат, выход одного человека и вход другого, тем, на мой взгляд, проще устроить их работу и ее автоматизировать. Вот немножко об этих способах мы и поговорим, потому что я видел разные подходы к попытке результаты одного специалиста передать в результаты другого. Например, я действительно видел это, сейчас я вам расскажу, вы за меня испугаетесь, когда приложение на C++, через которое протекают данные, часть этих данных через Boost Python вбрасывалась в интерпретратор Python, который через удаленные вызовы процедур передавал их с Linux машины на Windows машину, где вертелось ядром от Labo, в который вбрасывались эти данные, обрабатывались тамошним алгоритмом, выбрасывались обратно в Python и рисовались красивые графики. Мы не почувствовали некоторого сарказма и моего отношения к вот этой вот схеме. Чтобы ее осознать, мне потребовалось 3 часа. Вот я смотрел, я не верил сначала, я осознал ее, кажется, за первый час, я 2 часа не верил, что это так. Вот, потом я пришел и рассказал, а вот это вот так работает? Мне сказали, да. Говорю, а зачем? Ну, нам показалось, что надо вот эти технологии как-то держать очень сильно вместе. Мы же, у нас немножко машинного обучения есть на Python, у нас есть много хорошего продакшн-кода на плюсах, надо их прям женить плотно. Мы посмотрели, узнали, что можно непосредственно через C-Python работать, можно через Boost Python, Boost модный, мы решили поработать через него и так далее. То есть, на мой взгляд, заведомо, может быть, был выбран неверный подход, потому что эта коммуникация, она может быть организована разными вещами. В частности, она не обязана сливать два языка вместе, как иногда любят. На мой взгляд, можно вводить просто дополнительные контракты и четко формулировать, какие артефакты порождает одна сторона, какие артефакты принимает другая сторона. И вот, может быть, несколько таких примеров, я постараюсь пройтись по разным таким, наверное, немножко синтетическим примерам, зато они простые, их просто объяснять, там немного кода, но на самом деле каждый пример можно развить до чего-то более серьезного. Мы немножко поговорим вот о таком примере, что если мы пишем какой-нибудь датчик температуры или систему управления кондиционированием, и, скорее всего, оно написано на C++, но там почему-то, кстати, это частая ситуация, хотя для оптимизации энергопотребления здания применить какие-то нетривиальные алгоритмы. Ну, плюс-минус их уже просто не устраивает. Другой пример, который затронем, это вот чуть поближе ко мне, это всевозможные системы обнаружения вторжений, в том числе сетевых, которые должны уметь как раз работать на достаточно больших сетевых потоках. Ну, и то, без чего, наверное, сейчас не должен обходиться ни один доклад, по крайней мере, связанный с ML, это обработка изображений, это очень весело, особенно это очень актуально для современной разработки на мобильные телефоны, где, к сожалению, очень часто еще обработка происходит на сервере, а все очень хотят, вот вендоры очень хотят, чтобы эти сложные алгоритмы начали гоняться непосредственно на самих мобилках, потому что тогда получается более быстрая обратная связь. Вот по этим трем примерам мы пройдемся. Я постараюсь для каждого примера показать некоторые идеи вот этих коммуникаций между одной стороной, аналитиками данных, и другой стороной, с разработчиками, которые должны брать их артефакты и как-то вставлять их в проду. Давайте по первому примеру. Что за задача и где она может возникать в жизни? Я вот помню один пример из своей практики, похожий на него, давайте я про него расскажу. Это было for fun. Я просто хотел, ну, все мы хотим взять и спаять собственный цифровой термометр. Кто такое делал? Ну вот, многие руки есть, да. Я, конечно, хотел прям вот из головы чего есть. И оказалось, что если взять обычный термистер, он почему-то показывает не градусы, а он просто меряет сопротивление, которое зависит от его температуры. И вот мне действительно пришлось построить очень и очень несложную модельку, которая умела переводить сопротивление термистера в реальные градусы. Очень забавно выглядел сбор обучающей выборки. Это очень мощный инструмент. Я бегал по всей квартире, засовывал его в морозильник, засовывал его в холодильник, выбрасывал его на улицу, чтобы получить значение сопротивления температуры в разных точках. Чтобы потом свести все это вместе. Вот это мне чем-то напоминает вот такую вот задачу. Задача, кстати, абсолютно реальная. Она основана на реальных данных. Они такие тестовые, но с ними можно поиграться. В конце будут ссылочки. И для того, чтобы подумать о решениях, нам с вами нужно немножко познакомиться с вот этой терминологией, которая может быть новая. На мой взгляд, тоже очень важный элемент настроения коммуникации это передача терминологии. Чтобы обе стороны понимали друг друга. Вот давайте мы поговорим о более такой формальной этой задаче. Я называю это задачей регрессии. Кстати, я думаю, многим она знакома. Визуально она выглядит вот так. Вам дают набор точек. Говорят, вот мы провели измерение. И измерение нам показали, что при таких значениях иксов вот такие значения иксов, грубо говоря, при такой температуре в помещении вот такое энергопотребление здания. и хотят от нас следующего. Ну вот, от целой совокупности команды. Дальше мы будем приходить и задавать вопросы про такие иксы, которых среди этих точек не было. И вы нам должны будете давать ответы, грубо говоря. Вот при таком значении икс, чему равно значение икс? Ну, решение, наверное, кажется интуитивным. Да, вот прям хочется, когда я вижу такие точки, что сделать? Вот взять маркер и попытаться нарисовать какую-то кривулинку, которая будет максимально точно, ну или как я это воспринимаю, приближать вот это вот наше решение и сказать, вот наша точка, вот наше предсказание, prediction, для этого ответа. Когда мы нарисовали эту графику, мы сделали процесс, вот эту кривулинку, мы сделали процесс обучения. когда мы начали по новым иксам называть игреки, которые ей соответствуют, вот это мы делаем предсказание. Она называет inference вывод, она называет предсказание prediction. Как это может не показаться вам смешно? На мой взгляд, я вам сейчас объяснил всю идею машинного обучения. Есть небольшая тонкость, что когда мы начнем смотреть на более реальные задачи, у них начнет меняться одна характеристика. Как вы думаете, какая? Количество размерностей ксов. То есть здесь сейчас как бы это одно измерение. В какой-то задаче там появится два измерения. Мы выйдем на плоскость. Потом появится три. Мы выйдем в пространство. Ходовые задачи, с которыми я работаю, там порядка 40 тысяч иксов или больше 100 тысяч иксов. Не точек, а размерностей. И вот это немножко, может быть, ломает мозг в плане того, как это визуально себе представить. Я представляю себя это обычно так. На плоскости все понятно, а дальше включаем воображение. Что любопытно, методы и алгоритмы, они подчас остаются одни и те же. Меняется только их размерности. И вот считая, что мы теперь с вами одинаково понимаем, что такое машинное обучение, или у нас есть такая одинаковая иллюзия понимания, вот я часто понимаю его вот так. Мне хватает. Мы можем поговорить о новых вещах, которые очень важны, на мой взгляд, и первой проблеме, вот, к которой реально можно столкнуться. У аналитиков данных, дейта-сайентистов, есть такая мода. Если бизнес их просит сделать лучше, они пытаются придумать более качественные решения. В каком-то смысле. очень часто их самосознание достаточно велико, и они даже умудряются эти решения как-то сравнивать друг с другом. Насколько это лучше, насколько это хуже. Часто сводя это просто к одному числу. Но там есть такая вот опасность. Благодаря питону и куче библиотек, которые позволяют делать эксперименты очень быстро, можно ставить несколько экспериментов за сутки, легко. Для небольших размеров задач за часы можно ставить несколько экспериментов, проверять гипотезы. Дейта-сайентисты часто готовы предлагать новые алгоритмы со скоростью несколько раз в день. И вот здесь главное не попасться на вот какую опасность. То, что они предлагают новые алгоритмы, не означает, что их надо сразу переносить на C++. Потому что угнаться за этой гонкой практически невозможно. Всегда будет сильное отставание. Нужно четко понимать, каких реальных результатов надо добиться улучшения модели вот на этом уровне, где все еще происходит на питоне. И лишь после того, как добились этой планки, вот только после этой планки нужно действительно думать о переносе это на продакшн. То есть очень много тестирования, очень много гипотез, очень много экспериментов с одной стороны. И только лучшие решения, во многом смысле осмысленные, может быть как-то перепроверенные, только эти решения стоит рассматривать для переноса и для переноса на другую технологию или технологический стек. Для того, чтобы сравнивать эти решения, вот нужны какие-то метрики. Давайте рассмотрим какую-нибудь простую для задачи регрессии. Называют ее R2. Очень удобное число, которое всегда находится в пределах от минус одного до одного. И грубо говоря, если мы кривулинку провели идеально, R2 будет равно единице. Если мы провели ее хуже, оно будет меньше единицы. Если мы взяли что-нибудь простое, например, одно из самых очевидных решений этой задачи говорит, не надо ничего рисовать, просто предскажите среднее значение всегда. Вот для такого предсказания всегда будет R2 равный нулю. И мы сейчас посмотрим вот эту эволюцию, вот эту вот сценку, когда аналитики начинают приносить новые решения. И как мы можем следить за ходом их размышлений, пытаясь его оптимизировать и желательно не переписывать все. Это вот самое, наверное, страшное, что может происходить. Первая часть, с которой я часто предлагаю начать, ну обычно она для тестирования очень удобна, так называемая базовая модель, бейзлайн. Обычно самое тупое и самое простое, что только можно придумать для этой задачи. Поверьте, обычно решение находится меньше, чем за 10 минут. Например, для вот этой задачи, когда нам подают иксы, а мы должны говорить икрики, вот самый простой вариант, который можно сделать, это просто действительно посчитать среднее по всем игрекам и выдавать его вне зависимости от входа. Да, это очень глупое решение. Да, может быть, оно не достигает каких-то критериев нефункционального качества по точности. Зато интерфейс, который нам нужно будет реализовать, то есть что на вход, что на выход, мы уже понимаем, мы уже можем этот интерфейс хотя бы описать. Возможно, сделать для него простую тестовую реализацию, которую можно даже использовать в юнит-тестах, и только потом думать о том, что, скорее всего, если интерфейс, мы договорились, как остается, будет меняться только алгоритмы внутри. И, возможно, какие-то контракты с data scientists, что они поставляют в качестве параметров, грубо говоря, элементов конструкторов и так далее. и вот как-то у меня он очень маленько выглядит, я его старался сделать побольше, но я надеюсь, идея будет понятна. На самом деле, как это может не показаться глупым, вот этот весь плюсовый код, немножко упрощенный в виде, который нужен, чтобы эта базовая модель заработала, все, что ей нужно, это передать в качестве параметра одно число. Не нужно делать Boost Python и пытаться каким-то образом перекидывать структуры данных из одного языка в другой. Нужно просто придумать какой-то способ, как одно число, один дабл, сохранить в файлике и со стороны data scientists этот файлик выдать как выходной артефакт, а со стороны C++ разработчика этот файлик прочитать и отправить это число в конструктор. Ну, я думаю, договориться о формате файлика можно. Здесь уже кому что удобно. Бинарные форматы, текстовые форматы, на самом деле, любое подойдет. Но вот вести даже на этом этапе самый тривиальный тупой контракт, что нам не нужны ваши исходники на питоне иногда даже. Нам не нужны... На самом деле data scientists часто пишут не совсем на питоне, а на такой инструменте, который называется Jupyter, и это очень забавная смесь питона, Markdown, Latteha, картинок и бог знает чего еще. Считать это выходным артефактом для того, чтобы отправить в продакшн, это очень плохая идея. Но никто не запрещает в конце работы всего вот этой вот сущности породить просто маленький файлик, в данном случае содержащий одно число. Даже в Excel его можно посчитать, это несложно. Но, скорее всего, эта реализация нам позволит только немножко понять наши интерфейсы, может быть, написать пару простейших юнит-тестов, но, скорее всего, это явно не реализация, которую ожидает в продакшне. Слишком больно простой алгоритм. Хотя иногда, если он решит задачу, а вот как это не покажется странным, иногда нужно, знаете, просто для галочки, вот, что продукт-менеджерам важно, очень важно, чтобы в описании продукта, в его фичи-листе стояла галочка поддерживать СМЛ-технологии. И как это не покажется странным, это на самом деле расчет среднего значения, это нормальное такое машинное обучение, которое, ну вот, есть такая шутка, чем отличается статистика от машинного обучения? Статистика это машинное обучение без рекламного бюджета. И вот расчет среднего, это на самом деле получается нормальный МЛ. Но, скорее всего, да, может быть, не хватит. И тогда, действительно, аналитики данных начнут выдавать то, что от них хочет бизнес, начнут выдавать более сложные алгоритмы. Например, выдадут такой алгоритм, как линейная регрессия. И здесь самое главное не пугаться всех этих красивых названий. Их будет много, там, машинно-опорных векторов, методка ближайших соседей, сверточные нейронные сети, капсульные нейросети и так далее. На самом деле, это все красивые слова, которые подчас описывают не очень сложные концепции. Более того, если посмотреть описание этих концепций, окажется, что они, даже некоторые, очень просто переносятся на любые языки, в том числе, естественно, AC++. И нет необходимости считать, что для того, чтобы сделать предсказание линейной регрессии, нам обязательно нужно затащить 20 библиотек, FED-party, вы помните, системы сборки, своей собственной, и активно их использовать внутри. В данном случае, вот это вот все описание работы выходного алгоритма. Нужно просто взять и перемножить несколько чисел друг с другом и сложить их. Это все, что нужно. Я думаю, что вот у меня как-то совсем все разлетелось, но идея будет несложная, что оказывается, нам даже цикл не нужен. Я люблю этот подход, когда очень многие наши самые простые задачи действительно реализуются стандартной библиотекой. И очень часто даже простые циклы писать не нужно. Оказывается, если присмотреться, то это просто скалярное произведение, а в стандартной библиотеке, вообще говоря, есть просто скалярное произведение. И вот это вот, кстати, весь код модели, которая на самом деле, на мой взгляд, для некоторых задач имеет полное право существовать в продакшене. Почему? У нее есть уже какой-то критерий качества, там, насчитали 0,91 попугай, и, допустим, бизнес говорит, нас это устраивает. Это то качество, которое мы хотим для версии 1. Тогда вот нужная нам реализация логики. Наверное, здесь контракт усложнится. Почему? Где же все-таки работа этих data scientist? Вы, наверное, видите ее, она видна на слайдах. Это вот эти вот красивые тетта математические. Параметры, они же коэффициенты линейной регрессии. Вот пусть расчет этих параметров будет полностью возложен на ту самую роль. У них есть специальные библиотеки, у них есть специальные алгоритмы и способы хорошо их рассчитывать. Все, что нужно с точки зрения внедрения, это нужен файлик, тоже любого формата, который вы предложите, в котором просто эти коэффициенты будут описаны. Дальше нужны алгоритмы с двух строчек кода, и мы получаем с вами нормальное предсказание по модели линейной регрессии в реализации на C++, любого стандарта, который вы пожелаете. inner product по-моему, есть очень давно. Тут даже не надо думать, нужен ли нам 17 стандарт, чтобы сделать линейную регрессию или нет. Я думаю, не нужен. Но история может продолжиться. И даже если посчитали, что для первой версии это хорошо, и этого достаточно, и это поехало, и начало приносить пользу клиентам, а значит, деньги компании, рано или поздно бизнес может задуматься и сказать, скажите, а вот эти попугаи, они ведь, наверное, как-то связаны с нашими деньгами. И начинают объяснять, ну, конечно, чем больше попугаев, тем больше денег. Это не всегда так просто доказать, но иногда можно. И тогда задача становится вообще, с точки зрения бизнеса, очень прозрачной. О, отлично. Наращивайте попугаи. Это то, что любят, в принципе, делать специалисты по анализу данных. У них есть четкая задача, у них есть четкая метрика. Вы представляете себе, насколько это идеальная ситуация? У вас есть четкий критерий в виде одного числа качества вашей работы. Вы даже премии можете начать пересчитывать в него, в принципе, при большом желании. Это, по-моему, я хочу жить в таком мире и чуть-чуть одной ногой там обитаем. И для того, чтобы нагнать этих попугаев до идеального максимума, могут начаться предлагаться более сложные вещи, действительно зубодробильные. Там очень важно этот, на мой взгляд, этот процесс не упустить и активно принимать участие не только в оценке этих попугаев, но и в оценке стоимости реализации и переноса этих новых предложенных алгоритмов. Потому что, если новый алгоритм приносит половинку попугая, перенести его на C++, это полчеловека года, то здесь, наверное, стоит задуматься. Но может быть так, что действительно предложат новый алгоритм, он действительно лучше, все его хотят. Например, в случае этой задачи есть очень красивое обобщение, очень простое. Называется полиномиальная регрессия. Тоже название красивое. На самом деле, если вы сможете прочитать вот эти две строчки, вы поймете, что там разница небольшая. Если раньше мы просто складывали иксы в первой степени, то теперь нужно просто добавить возможные попарные произведения. Ну, коэффициента стало больше. Наверное, считать будет помедленнее. Наверное, не сильно медленнее. Нужна, короче говоря, другая реализация. Если, правда, над ней подумать, да, придется немножко пописать больше кода. Ну, вот как советует, например, Антон с использованием обязательно резервов. На всякий случай. Ну, что приятно, иногда даже код можно потом переиспользовать. Можно обратить внимание, что на самом деле это та же самая линейная регрессия, просто больше к составу. Часть кода можно переиспользовать, часть придется написать. И вот это, наверное, та цена, которую мы все должны понимать, что новый алгоритм иногда, не всегда, я буду показывать примеры, когда это, например, не так, должен заставлять работать обе стороны. Это самый сложный ручной труд, потому что новый код это что? Это новые ошибки. Всегда. Это то, куда уйдет время. Но, если он приносит радость бизнесу и деньги обратно, то почему бы нет? Ну, вот делать это, наверное, нужно не постоянно, не каждую идею переводить с одной технологии на другую, а только те, которые того заслуживают. Иначе, я говорю, на мой взгляд, за этой гонкой просто поспеть нельзя. Это то, что касается этой первой задачки. А, и в конце. Вот, очень приятная вещь, про нее очень многие забывают. В машинном обучении есть одна очень приятная вещь, которой, на мой взгляд, не всегда хватает в программировании. У них всегда есть данные, причем реальные. Вот именно те данные, на которых предполагается, или такого же типа, на которых это предполагается будет работать в продакшене. А если есть данные, то значит, можно делать тесты, которые будут не синтетическими, а оперируют именно теми данными, которые предполагают будут реально применяться на практике. И я часто советую вместе с вот этими параметрами, коэффициентами добавить в контракт еще вот какую важную вещь. Сказать, а у вас же есть все вот эти данные, на которых вы проверяете, тестируете, ваши контрольные выборки. Конечно, дейтасантисты не могут работать без контрольных выборок. А можете нам их тоже отгрузить? Мы на них тесты напишем. Причем, можете вы еще вот в этой контрольной выборке проставить ваши ответы? Говорят, а зачем вам наши ответы? Вы же в свою реализацию пишете. Мы сравним, чтобы ваши ответы не отличались от наших ответов. Потому что, если будет сильное отличие, то всегда можно сделать ошибку. Вот главная сложность и страх переноса технологий с одного языка на другой. Можно сделать ошибку при переносе. Даже если мы переносим строчка в строчку, отличия языков могут придать странные ошибки. неожиданные. Например, в питоне третьей версии деление сейчас по умолчанию считается вещественным, а не целочисленным. И так далее. Даже до таких мелочей. А поскольку почти всегда эта работа с числами и арифметикой, даже маленькие ошибки могут разрастись. Здесь, правда, есть такой важный момент. Кружочек должен был стоять там, где задана точность сравнения. прошу прощения. Что все-таки эти расчеты будут произведены немножко в разных системах, которые, да, они работают с одними и теми же даблами, но все-таки там разные библиотеки для работы с математикой. Поэтому не стоит ожидать машинной точности. То есть, если у вас там идет расхождение в седьмом, восьмом знаке, это не страшно на самом деле. Ну, часто точности до третьего, четвертого знака хватает. Особенно, если мы предсказываем числа в очень ограниченном диапазоне. Здесь вот могут быть расхождения, но если, конечно, там отличаются результаты на порядке, но это значит у кого-то ошибка. И он доискать и проверять. Ну, вот сама идея такого очень дешевого интеграционного тестирования, по сути, это оно и есть, это интеграционное тестирование вашего кода, что он работает точно так же, как предполагали те, кто поставляют параметры в него. Потому что вместе с параметрами сразу прилагаются интеграционные тесты, где есть все ответы на все входы. Очень удобно, очень советую. такой прием тоже применять. И эти данные, они есть всегда, без них не работает машинное обучение. Если там нет данных, там нет машинного обучения, значит, они там есть. Значит, всегда можно сделать их просто в формате простых тестов. Давайте про второй пример, чтобы не крутиться долго вокруг этой регрессии. Допустим, у нас стоит с вами, я сейчас очень сильно упрощу задачу, у нас есть какой-нибудь маршрутизатор или сетевой экран, и мы понимаем, что он должен защищать компьютерную сеть заказчика от всяких несанкционированных вторжений. И классично в этом сетевом экране есть очень-очень много экспертных знаний, правил, логики, которые позволяют самые характерные атаки и типы выявлять и предупреждать. Но могут начаться эксперименты с тем, что называется next-gen, и сейчас так эксперименты в принципе идут, когда начинают размышлять, а может быть, кроме вот этих всех правил, экспертных оценок, евристик, нам туда добавить что-то еще? Когда вот всегда говорят, что после евристик надо добавить что-то еще, почти всегда сейчас подразумевает машинное обучение. Ну, или больше процессоров, но обычно все-таки алгоритмы. И вот может ставить такая задача, когда на входе нам, допустим, параметры сетевого соединения, в широком смысле этого слова, там, в зависимости на каком уровне агрегации мы работаем. А на выходе нам нужно построить очень простой такой черный ящичек, который, по сути, говорит, это хорошее, это плохие, это хорошее, это плохие, это хорошее, это плохие. Хороших пропускаем, про плохих думаем. Сообщаем о них, блокируем их, блокируем их избирательно и так далее, и так далее. Как обрабатывать уже результаты, это зависит от того, как система должна работать. Такая задача немножко не похожа на регрессию, ее даже называют по-другому, ее называют классификацией, когда нам нужно принять одно из двух решений, ее называют даже бинарной классификацией для простоты. И часто, визуально, я себе ее представляю так. Наш объект, параметры сетевого соединения, это некая точка, и нам нужно просто раскрасить их. Какие-то красненькие, какие-то синенькие. У нас есть обучающая выборка, нам каким-то образом взяли, разметили все вот эти данные, и спокойно нам предоставили, говорят, вот это хорошее, вот это плохие. А теперь мы будем приходить к вам и показывать вам другие точки вот из этой плоскости, и вы нам должны будете говорить, она красная или синяя. Вот как Морфеус нам предлагает выбрать одну из двух таблеток. Вот такая, понятно, не совсем формальная постановка задачи, но для нее справедливо все тот же самый фреймворк, который я рассказал для этого. То есть у решения этой задачи с точки зрения аналитиков данных будет качество решения. Ну вот для такой задачи наверное самый простой вариант качества решения, они сейчас устроят вот такую кривую, называют ее рок-кривой, название уже давно, так сказать, смысл названия давно скрылся в области радиоперехвата и так далее. Сейчас просто ее используют для объяснения вот чего, что скорее всего любой алгоритм будет говорить не совсем да и нет, плохой-хороший, он будет говорить ну хорошее сетевое соединение с уверенностью 0.96 или хорошее сетевое соединение с уверенностью 0.7. То есть чувствуете, там будет проблема, похоже, эти алгоритмы умеют ошибаться, действительно, они всегда ошибаются, всегда есть ошибка. Ну вот оказывается, можно немножко понимая, что мы хотим в реалии от системы контролировать уровни ошибок путем выбора Гургоря порога отсечки. То есть выше какой доли уверенности мы считаем, что это плохо, а для остального мы не уверены. И вот если мы этот порог начнем варьировать, обычно там пытаются его загнать в рамки от нуля до одного, то мы начнем строить вот такую вот синенькую кривулинку, где в самой левой нижней точке это порог, когда мы говорим так, мы во всем не уверены, вообще ни в чем не уверены. поэтому мы боимся принимать вообще какое-либо решение, а это означает, что у нас ноль ложных срабатываний, мы же ни одного решения не сказали, что это плохая сетевая активность, значит, ложных срабатываний нет вообще. Но, правда, есть и проблема другая. У нас по второй оси Y ординат это правильное обнаружение сетевых атак, тоже ноль, мы тоже ни одну не нашли. В принципе, вполне нормальный режим функционирования системы. Она работает, она выполняет свою роль, но, может быть, не с тем уровнем качества, который они бы хотели. И всегда можно вкрутить такую ручку громкости, когда мы начинаем подкручивать этот порог принятия решения и смотрим, как меняются у нас вот эти характеристики. То есть, начиная поднимать порог, мы понимаем, что теперь мы часть атак действительно можем обнаружить, и вот мы растем по оси Y вверх, но, скорее всего, мы будем делать ошибки. Ну, допустим, на тысячу принятых решений, что это сетевая атака, две оказалась это нормальная сетевая активность. Главное, чтобы это не бухгалтерия, что-то пыталась переслать в свой банк, когда мы их случайно отрубили в этот момент. И обычно алгоритмы, которые решают эту задачу, оценивают по тому, насколько вот эта кривая прижата к верхнему левому углу. Но для простоты просто считают площадь под ней. И вот площадь под такой урок кривой часто используется как какая-то самая тривиальная характеристика качества работы такого бинарного классификатора. То есть мы снова попытались ввести задачу в тот же самый фреймворк. Сейчас, когда мы договорились о том, как мерить качество, data scientists начнут приносить горы алгоритмов. Они говорят, мы вот так можем сделать, мы вот так можем сделать, мы вот так можем сделать. но здесь можно тоже абсолютно вернуть тот же самый фреймворк и сказать, так, давайте начнем с базовой модели. Как вы думаете, какая в этой задаче может быть базовая модель? На самом деле и тот, и тот ответ правильный. И та, и та модель нормальна. То есть можно сделать просто модель монетку, которая будет случайно на каждое сетевое соединение говорить, хорошее, ноль и плохое. Можно предсказывать самый частый класс. В случае сетевых атак самый частый класс это хорошее. То есть да, всегда true. True это, будем считать, это хорошее, допустим. То есть всегда хорошее. Для такой модели, правда, вот это значение качества, оно очень ожидаемое. И оно прям заранее известно, что это будет 0,5. Ну, то есть считается, что классификатор, который работает на качестве 0,5 в смысле площади под рук кривой, это то же самое, что монетка. Подбрасываем. То есть это, кстати, сигнал вот какой. Если вам принесли вот такое решение, это явно не то, что надо с продакшеном. А если вам принесли решение еще хуже, что тоже могут быть. Но там есть простой прием, надо его просто поменять местами. То, что они называют плохим, надо говорить, что это хорошее. А то, что хорошее, плохое. Можно на самом деле даже сказать аналитикам, они говорят, ой да, точно, мы там плюс с минусом перепутали. Такое часто бывает. Ну, опять-таки, что зато приятно, я думаю, вы достаточно просто напишите код, который этот алгоритм реализует. Там внутри рандом будет стоять из 0 к 1. И с точки зрения интерфейса, что на вход, просто он вход не использует вообще, и что на выход, это в каком-то смысле будет стабильный интерфейс. Меняться будет только алгоритм. Зато оттестировать мы уже можем, как-то проинтегрировать, сделать модульные тесты, это, в принципе, уже возможно. И что самое приятное, тут можно распараллелиться. Если договориться заранее по интерфейсам, можно уже начать продумывать архитектуру, продумывать реализацию, продумывать тесты, а в это время, параллельно, не ожидая особо никого, специалисты по анализу данных начнут все-таки делать свою работу, за это им платить деньги, и предлагать что-то более сложное. Причем, если действовать по тому же самому фреймворку, им можно предложить такой вот вариант. Попробуйте, ну, не самую тупую, но самую простую модель, первой. Тогда они скажут, о, мы знаем, для бинарной классификации есть такая модель, называется логистическая регрессия. Тоже красивое слово, правда? Не бойтесь этого слова. Если вам скажут, что мы решили задачу с помощью логистической регрессии, радуйтесь. Потому что часто этого может быть достаточно. Вот на удивление, для той задачи, ссылочка будет в конце, про которую я говорю, этот самый простой алгоритм уже дает очень неплохое число попугаев. Ну, на самом деле, для такого мощного конкурентного сравнения, наверное, еще слабовато. Ну, смотрите, от 0,5 до 0,99, это же чувствуется, размер премии, да, какой будет хороший. А с точки зрения реализации не так сложно, потому что формула наверху, она на самом деле описывает всю ситуацию. И самое сложное, что у нас есть, наверное, это экспоненты. и то же самое скалярное произведение. Если мы задумаемся, ну, несмотря на то, что у меня немножко съехали слайды, я надеюсь, идею вы поняли, что это действительно вся плюсовая реализация алгоритма логистической регрессии, но только, конечно, той части, которая предсказывает. Она тоже параметризована. кроме вот этих иксов на входе, есть вот эти параметры, коэффициенты логистической регрессии. И тот же самое предложение, вот их расчет, пусть и ляжет на плечи, и это правильная абсолютно задача, специалистов по анализу данных. А на выходе они должны выдать файлик в любом формате, который вы предложите, в котором просто эти коэффициенты будут записаны. Ну, наверное, прочитать файлик, сделать из него массив вещественных чисел и передать его в конструктор, это несложный код. Можно даже прочитать из конфигурации. После этого заработает алгоритм, который снова основан на стандартной библиотеке и состоит из двух строчек. Функция сигма не такая страшная. Даже можно на шаблонах написать. Даже авто. То есть, смотрите, казалось бы, неужели для логистической регрессии нужен минимум C++14? Прошу прощения, 11. Я скажу нет. Вы можете просто написать не авто, а то же самое T. не страшно, ничего не будет. Ну, у меня и рефлексы иногда срабатывают. Хотя, на самом деле, код очень переносим, если авто убрать. Ситуация и здесь может не остановиться. И если захочется еще больше попугаев, вот там может начаться вроде бы, казалось бы, опасная вещь, когда снова придут аналитики данных и скажут, а мы придумали еще один алгоритм решения. Так. А он сильно отличается от логистической регрессии. Он думает, что это совсем другой пилотаж. Это совсем другое. Это градиентный бустинг. Еще одно загадочное, странное название, которое, на первый взгляд, может испугать, потому что, ну, когда вам скажут, мы сделали с помощью градиентного бустинга. Вы спросите, а что это такое? О, там 300 деревьев. Через все эти деревья мы должны прогнать все наши признаки, которые бьют все плоскости побольше-меньше. Вот вы чувствуете, по моему описанию, уже размер кода как-то так, как-то так. Вы думаете, подождите, 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 может быть, не все так страшно? И на самом деле это действительно так. Потому что сразу спросите их, а на чем вы делали градиентный бустинг? И я вас уверяю, скорее всего, поступит один из трех ответов всего лишь. Он говорит, ну, мы не дураки, мы не пишем эти алгоритмы с нуля, если даже Data Scientist умеет писать эти алгоритмы с нуля. Мы взяли готовую реализацию. Я вас смею уверять, здесь вы можете радоваться. Почему? Потому что вот то, что Data Scientist не всегда понимает, что все библиотеки, которыми они пользуются, на самом деле написаны на C++. Есть несколько написанных в Фортране, но с ними почти никогда не приходится иметь дело. Большая часть из них написана на силе на C++. И здесь сразу можно расслабиться, потому что вы должны просто спросить, ага, скорее всего, это какая-то из этих трех библиотек. XGBoost, LJBM или CatBoost. Да, 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 это вот XGBoost или CatBoost. У вас может сразу отвлечь сердце. Почему? Потому что эта библиотека, похоже, проектировалась как раз с расчетом и все эти библиотеки на вот тот шаблон, который я рассказываю, что она, во-первых, сама вводит формальный контракт, у нее есть просто придумывать формат хранения. У нее есть почти у каждой библиотеки есть свои текстовые или бинарные форматы передачи вот этих параметров. И они, в принципе, с некоторыми нюансами, ну, это все-таки все-таки от библиотеки, вы понимаете, могут быть прилинкованы к вам. Писать с нуля эти алгоритмы, ну, вот здесь, наверное, может быть, не стоит. Они не такие тяжеловесные. Ну, вы можете, всегда можно загнуть внутрь и увидеть, что на самом деле ну, понятные алгоритмы применяются. Да, там уже могут быть тысячи строчек кода, ну, мы и бусы же с вами обычно не переписываем. Мы просто берем и пользуемся. Поэтому и здесь можно просто взять и воспользоваться. Вот, например, CatBoost. Очень простая библиотека. Вообще, у нее сишный API. А для чего? Для того, чтобы ее как раз интегрировать в языки Python, R и прочее. Это, естественно, удобнее делать, когда API и ABI, соответственно, в библиотеке на C. Ну, это на самом деле с моей точки зрения еще и приятней. С сишным ABI всегда проще. Не надо думать о вот этих, ну, не обо всех вот этих суперсложных флагов компиляции. Ну, единственное, придется написать, скорее всего, свои обертки. Кстати, по-моему, в этой библиотеке обертки на C++ и поставляются сразу же готовые. Вот, конкретно у CatBoost'a есть одна проблема. Это второй буллет в моем слайде. Это какая-то очень странная система сборки Y-Make, про которую мало кто что-то знает за пределами Яндекса, которая, конечно, позволяет эту библиотеку собрать, она как-то знает на какие-то... То есть, когда вы запускаете, она идет на какие-то сервера, скачивает оттуда какие-то программы, ставит какие-то тулчейны на вашу машину. Ну, в общем, происходит что-то странное. Но! Кажется, я знаю, как решить эту проблему после вчерашнего Лешиного доклада. Я обязательно к нему приду с этим и спрошу. Вот вы там сделали универсальный инструмент, а это он осилит. Кстати, должен, скорее всего, осилить, потому что там техники используются очень похожие на самом деле, естественно, на CMake. Значит, перехваты конкретных вызовов компиляторов с флагами, скорее всего, должна техника сработать. При этом, несмотря даже на то, что у меня снова съехали немножко слайды, я думаю, видно, что реализация не очень сложная. Да, она уже даже для нас здесь черный ящик. Вызов каких-то функций, что-то эти функции возвращают, ну, вот как раз обычно они возвращают вероятность, насколько это плохое сетевое соединение, насколько оно хорошее в этих смыслах. В качестве параметров обычно передается в бинарном виде готовая вот эта модель. Она, кстати, одновременно может стать контрактом. То есть, с одной стороны, Data Scientist ее выгружают. Кстати, у CatBoost есть даже функция по генерации, по-моему, плюсового кода или сишного кода. То есть, можно даже немножко поиграться с кодогенерацией, если не захочется вот этот артефакт иметь как отдельный. То есть, они могут начать поставлять сгенерированный сишный код, который надо просто скомпилировать из себя влинковать. Ну, это кому как удобнее. То есть, библиотеки даже еще предлагают свободу выбора, как переиспользовать их функционал. Это тоже приятно. При этом, здесь большая часть работы уйдет просто на ее сборку и линковку. Запуск и обработка результатов здесь будет меньше проблем. И, кстати, хороший перформанс. Ну, поехали чуть дальше. Наверное, да, вот до ее параметров она выбивает в этой задаче очень много попугаев. Это, например, может стать причиной, почему аналитики захотят предложить ее как новую реализацию алгоритма. Ну, понятно, что написать свой код всегда проще и удобнее. Ну, для достижения лучшего качества работы системы можно, наверное, взять и что-то со стороны. Давайте посмотрим последнюю задачу. Надо поговорить о картинках, а то что-то непонятно, какие-то градусники, какие-то сетевые соединения. Картинки понятны всем. И вот есть такая учебная задача, очень простая. На входе вам изображение 28 на 28 пикселов. И там как-то от руки нарисована циферка. Нужно просто сказать, какая-то цифра. Все. Очень простая задача. Ну, на самом деле, понятно, да, всем, кто... Я не знаю, люблю я эту задачу или нет, потому что, когда мне приходит штраф на почту, я ее очень не люблю. Вот. А когда, например, я могу с телефона навести там на какой-то QR-код или, точнее, не на QR-код, а на надпись на китайском языке, и мне вместо этого подсветят английский, я пойму, что мне надо взять в меню, чтобы не отравиться, тогда я люблю эту задачу. Поэтому у меня к ней такое спорное. Спорное отношение в зависимости от ее применения. Ну, всегда говорят, что любая технология могут быть применены как во зло, так и во благо. Вот, говоря про картинки, это справедливо для них. А здесь вас могут сразу начать пугать, а может быть радовать. Потому что, когда ставят задачу про картинки, сейчас, в принципе, уже, в каком-то смысле, наверное, обоснованный выбор, что дейтасонтисты вам скажут сразу одно словосочетание. Какое? Нейронная сеть. Да. Они сразу говорят, о, мы знаем, тут работают нейронные сети. Отлично. Мы вам сейчас забацаем многослойный перцептрон. И вот тоже такая опасность, новое слово, что оно означает. Вы спрашиваете, а можете объяснить? Они начнут рисовать такие картинки, смотрите, тут будут ячейки, они передают параметры в другие ячейки, там они складываются. И вы думаете, что такое? Объект, ячейка с параметрами входа-выхода. Начинает выстраиваться какая-то сложная архитектура явно, приложение. Этих ячеек, наверное, будет как-то динамично, блоками надо их сортировать. Но на самом деле тоже не стоит бояться. Потому что это красивая картинка, которая почему-то очень любит рисовать, притворяет, что так работает мозг. По-моему, уже лет 50 назад все решили однозначно, что нет, он не так работает. Но почему-то картинки остались. Но те, кто разрабатывает этот мат-аппарат, они на самом деле были достаточно умные люди. Потому что несмотря на красивые картинки, в реальности весь расчет по вот этим вот красивым картинкам это просто матричное перемножение. Ничего больше. И если вам говорят слова многослойный перецептрон, то вы можете вздохнуть. Ну уж матричное перемножение вы же сможете сделать. Правда, я здесь соглашусь с советом Саши. Сейчас нет смысла, может быть, писать свое. Ну, можно, да. Но если хочется побыстрее, пожалуйста, там, МКЛ, Гоуту, Блаз, Эйджин, все что угодно в вашем распоряжении. То есть, не очень сложная библиотека, на самом деле, будет, которая просто реализует матричные операции. Те, которые работают с компьютерной графикой, у них всегда такие есть, прям под рукой. От них никуда не деться. Поэтому, а вот по поводу, еще забыл, о том же фреймворке, какой-то критерий точности. вот для этой задачи самое простое число правильных ответов. Ну, вообще, особо не думая. Вот, кстати, многослойный прецептрон уже выбивает порядка 97 попугаев. Это неплохо. То есть, он на 100 картинок 97 правильно определяет, а на 3 ошибается. Ну, может, это не идеальная точность? Ну, для примера сойдет. Вот, на самом деле, если эту картинку начать переписывать даже в математической нотации, уже начнет немножко от сердца вот эта тяжесть отходить. Потому что, если подумать, что это просто матрицы, просто какие-то функции, то, наверное, раз, два, три, все. Пару матриц перемножили. Вот эту сигму только уже от вектора применили. Ну, и немножко нормировали в конце, чтобы это было похоже не на случайные числа, а на что-то типа вероятности. Ну, вы помните еще со школы, что в сумме вероятности должна равняться единица. Всегда можно сделать так, чтобы сумма чего угодно равнялась единице, кроме нулей, наверное. Тоже, скорее, большая часть кода здесь ушла на то, чтобы эти матрицы загрузить из файликов в память. А вся реализация алгоритма — вот эти четыре строчки. И он ведет себя точно так же, как тот алгоритм, который в питоне аналитики данных реализовали бы. То есть им здесь в качестве контракта нужно будет выгрузить вот эти коэффициенты матриц. Да, то есть раньше у нас была просто одна колонка, теперь их будет несколько колонок. Ну, наверное, тоже можно придумать какой-то формальный способ набор таблицы чисел, выгрузить и передать в виде конфига. Не очень сложно. Но по той же самой истории скорее всего она будет продолжаться. И следующий шаг скажут. А вот многослойный перецептурон — это прошлый век, потому что так делали в 60-е годы, когда эту штуку придумали. У нас сейчас есть много новых модных штук. Например, сверточные сети. Вы начнете тоже их спрашивать. А что такое сверточные сети? О, такая классная штука, там такие свертки происходят со страйдами, фильтрами и так далее. То есть вы спросите, это ведь уже получается не совсем матричное умножение. Они скажут, ну, матричное умножение, но с нюансами. Вот здесь можно тоже начать напрячься, но я вас смело уверяю, задайте им тот же самый вопрос. А на чем вы делали сверточные сети? И, скорее всего, список будет чуть побольше, я здесь привел не весь, вам снова назовут одну из библиотек, и я вас уверяю, она написана на C++. Потому что все современные библиотеки для работы с нейронными сетями почему-то, может, потому что они должны быть хорошие, быстрые, запускаться везде, написаны на C++. И у них тоже есть свои собственные форматы хранения моделей. Поэтому не придется даже придумывать способ, как матрицы передавать. нужно будет просто один файлик с одной стороны вывалить, а с другой стороны его себя принять. Кода становится, может быть, чуть-чуть побольше, потому что, ну да, там в библиотеке уже чуть-чуть поразвесисте, и у меня на один слайд в общем не поместилось. Это для того, чтобы сделать вот этот предикшен с помощью TensorFlow, мне, по-моему, потребовалось уже порядка 100 строчек кода, как таковое. То есть я уже решил на слайды это не вставлять, а оставить в виде ссылки на GitHub-репозиторий, где можно посмотреть эти рабочие примеры. Там тоже есть свои нюансы, и большую часть времени вы не поверите, что я потратил, не на написание кода. Дело в том, что TensorFlow собирается еще свои... Это вот какая-то мода пошла, да, вот вы заметили. Каждая большая компания по разработке программного обеспечения обязана написать свою систему сборки. Причем вот Bazel еще более здесь оригинален, он даже предлагает, чтобы скомпилироваться с TensorFlow, вы просто склонируете наши репозитории и вот в эту папочку подложите свои исходники. Очень необычный способ, я долго думал, а может быть как-то по-другому в жизни бывает. Оказалось, да, у них там документация есть, но если вы не хотите париться, у нас есть собранный CISH-ный API для вас. О, вот это вот то, что мне нужно. Я обожаю, когда есть просто CISH-ный API в виде DLL-ки, SO-шки и хедера к нему. Все, мне больше на самом деле ничего не надо. Подчас. Для эксперимента вот точно хватит. Возможно, для продакшн-применения мне все-таки придется собрать ее с полным контролем того, что я собираю. Ну, для поиграться, вот здесь, да, TensorFlow скорее как на поиграться, ну, можно по аналогии увидеть, что главная сложность его интеграции будет именно в сборке, а не в написании большого количества кода. Можно получить, кстати, симпатичный результат. Оранжевые – это вот результаты на вот этих сверсточных сетях для TensorFlow. Видно, что попугаев больше. И что приятно, здесь, когда мы вот перешли уже на такой... TensorFlow – сложный фреймворк, он позволяет очень многое. Здесь вы можете снова начать напрячь и сказать, так, а что они нам принесут дальше? То есть это ведь наверняка не конец. Мы же 100 попугаев не выбили, это невозможно, они все еще будут деградировать со временем. Здесь я могу вас успокоить. Почему? Потому что, как в нестрашной нейросети, у них с точки зрения продакшн-применения есть одно шикарнейшее свойство. Почти вся логика вычислений, которая будет нужна над данными, будет заложена в этой модели. То есть код, который ее загружает в память, подает ей на что-то на вход и читает выход, он останется всегда почти неизменным. Если входные данные и выходные одни и те же, меняться будет только логика внутри, а значит ее не надо переписывать на C++ каждый раз. Сам алгоритм обработки данных уже заложен в этой всевозможных перемножениях матриц, сложной структуры, которая там уже есть. Это означает, что это можно вообще сделать автоматизированно. То есть просто строится конвейер, когда с одной стороны выпадает вот эта вот новая модель, с другой стороны она сразу втягивается в плюсовый код, входы и выходы не поменялись, поменялось только внутреннее устройство, но с точки зрения нас это не важно. И снова начинают прогоняться все тесты, проверяется, что мы ничего не сломали. Здесь уже даже постоянное переписывание с одного технологического стека на другой нет необходимости. На мой взгляд, это технологически просто невероятное преимущество. В случае, когда мы говорим о более простых алгоритмах, там иногда нам могут потребовать, сказать, а вот вы можете вот это в квадрат возвести, от этого синуса взять, от этого косинуса взять. Здесь придется, наверное, этот код пописать. В случае, когда мы говорим про вот такие инструменты, здесь уже вот все эти синусы и косинусы будут зашиты внутрь, что приятно и даже достаточно быстро работает, даже на карточках. В принципе, мы с вами все три примера прошли. Я надеюсь, вы уловили некоторый вот этот общий шаблон, который я начинаю чувствовать и видеть, что, возможно, он имеет право на существование, его можно переиспользовать, потому что уж очень все эти задачи напоминают друг друга. И главное, наверное, не бояться здесь встретиться с чем-то новым, а просто познакомиться с этим. Да, там новые терминологии, да, там свои названия методов, свои инструменты. Но я считаю, что они не так сложны, особенно если не тратить время на изучение того, как они работают. Вы же не все читали исходники Буста, да? Это не мешает вам его использовать? Кстати, у меня такое ощущение, что тем, кто читал, мешает. В принципе, это, надеюсь, основные тезисы, которые я хотел бы вынести в своем докладе. Если кому интересно, можно пройтись по ссылкам, где есть конкретные вот эти наборы данных для решения этих задач. И в конце ссылка на GitHub-репозиторий, где вот эти все три примера, причем я показывал только часть, которая вот про предсказание плюсовую. Если вам просто интересно, как выглядит часть питоновская, там есть и вот тот самый бэкэнд, где вот на этих самых же Python-ноутбуках все эти модели готовятся, на выходе вываливаются вот эти файлики с параметрами, коэффициентами матриц или моделями TensorFlow, которые влинковываются или читаются в соответствующих тестах, интеграционных тестах уже на C++. Вам спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Я только маленькую сделаю оговорочку. Я немножко выбился из регламента по времени, и поэтому я предлагаю может быть 3-4 вопроса. Я не убегаю, я тогда просто пойду вот там вот буду на диванчик и с удовольствием отвечу на все остальные, чтобы не сбивать следующего докладчика. Два вопроса. Первый, совсем короткий. Если не считать то, что вы там дома игрались с какими-то градусниками, вот непосредственно вы в промышленности, какими именно в лаборатории Касперского методы машинного обучения применяли? Не какие-то ваши коллеги, вот непосредственно вы? Все, что я назвал только что. Я не могу, может быть, говорить о всех применениях на работе, поэтому я больше рассказываю о своих хобби проектах. Меня интересует именно промышленный применение. Все инструменты, которые я назвал, я применял, в том числе и в промышленном применении. Окей, спасибо. И второй вопрос. Вы несколько саркастично относились к схеме, которую изначально описали, что через Boost Python зовется что-то, что потом зовет крутящиеся матлаб-ядро, конечно, схематоз тот еще, в некоторых кругах его называют циклопическим. А что вы предлагаете в альтернативу? Потому что, ну, я не знаю, как устроена в лаборатории Касперского, я знаю, как устроена жизнь в некоторых других компаниях. И она устроена примерно так. У компании, например, есть бюджет буквально, ну вот, на три месяца. Это стартап. И этот бюджет буквально через три месяца кончится. То есть, расходим все ребята. За три месяца нужно запилить часть продукта, которая, например, половина всего продукта, которая машина обучения. И все, что у нас есть, это статьи от каких-то ребят, которые действительно в матлабе это писали. И сесть переписать это на все, все на C++, ну, у нас нету бюджетов на это. То есть, вы очень саркастично описывали эту модель, как смотрите, как делать неправильно, хорошо, как вы предлагаете правильно и не в бюджетах лаборатории Касперского. Я, на самом деле, использую обычно такой шаблон. Если я понимаю, что обычно, да, это для прототипирования нужно совмещать два технологических стека, я делаю еще более странную вещь. Я привлекаю третий технологический стек, который их развязывает. Обычно это какая-нибудь система очередей или какой-нибудь станосердизмный RPC. Это получается что-то типа микросервисной архитектуры. Да, он, скорее всего, не будет выдерживать ни перформанс, ни задержки, никакие сложные нефункциональные требования, но он действительно может позволить, на мой взгляд, достаточно красиво склеить два разнящихся технологических стека. И фронты, например, могут оставаться на одной технологии, на одних языках, а беки, ну, медленные, неторопливые, но хоть как-то работающие, могут оставаться на другой. Единственное, что, все-таки, скорее всего, если вы говорите про какую-то статью, вы сейчас уже увидите реализацию на питоне, поэтому, возможно, вот совместить эти две технологические стека уже можно будет, не привлекая там совсем странного матлабовского стека. Вот я обычно и сам пропагандирую такой вариант, потому что, да, тоже бывает случай, нужно показать прототип там за три месяца. Нет смысла, и непонятно, он пойдет или нет. Поэтому в этом смысле... А потом возникают некоторые нефункциональные ограничения. Например, вот есть такое требование к сокрытию программного кода, и тогда как он примес деплоить Python становится хорошим вопросом.